МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Итоги недели» в студии Джилдус Джумабекова. Здравствуйте! Сегодняшний выпуск нашей программы является последним в этом году, поэтому корреспонденты нашего канала расскажут вам о самых значимых событиях, произошедших в уходящем году в различных направлениях жизнедеятельности страны. Сегодня Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Самарканд. Президент встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым. Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. И сегодня же Алмазбек Атамбаев посетил мавзолей Шахи-Зинда, где возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Глава государства почтил память Ислама Каримова. Была прочитана поминальная молитва. Эта неделя была насыщенной в плане международных отношений. В начале недели президент побывал с государственным визитом в Индии. По прибытии оттуда уже в Бишкеке встречал президента Ирана, который прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Сегодня Алмазбек Атамбаев находится в Узбекистане. Ничего не скажешь, график напряженный. В целом, 2016 год был богатым на события, связанные с внешней политикой страны. Стоит отметить, что Кыргызстан является твердым и последовательным приверженцем принципов равноправия и справедливости в международных делах. А уникальное месторасположение в Центрально-Азиатском регионе имеет важное геополитическое и геоэкономическое значение. Кыргызстан как связующий мост между Западом и Востоком, Севером и Югом. А внешние политики страны и об итогах этого года смотрите в материале Каната Канеметова. Контуры и направления внешней политики за уходящий год практически не изменились. Все, по мнению экспертов, идет ровно и предсказуемо, как и должно быть в цивилизованных государствах. Нет шараханий из одного лагеря в другой. Внешняя политика и должна строиться на принципах предсказуемости, логики и здравого смысла. Внешняя политика всегда была и остается в интересах крыгызского народа. И вы, прежде всего, экономические, социальные и так далее. На сегодня мы имеем где-то 84 инестранных представительств, инестранных государств в Кыргызстане. Около 30 различных представителей различных фондов, организаций международных. Это для Кыргызстана немало, в общем-то. Также и Кыргызстан имеет своих представителей в более 30 странах. В уходящем году Кыргызстан провел ряд важных мероприятий международного характера. Главная из них – саммит СНГ в сентябре. В Бишкек тогда съехались все лидеры Содружества. Алмазбек Атамбаев уверен, что СНГ остается главной диалоговой площадкой для взаимодействия стран на постсоветском пространстве. Других таких объединений с таким количеством участников на территории бывшего СССР нет. В сегодняшней ситуации в мире очень непростой. Мы должны беречь, сохранять любую площадку для вот такого широкоформатного диалога. И иначе такой мир, когда в одиночку никто не выживет. Только вместе, только путем переговоров и компромисса можно решать все эти вопросы. И, конечно же, я очень надеюсь, что когда-нибудь придет время, когда границы, которые разделили страны СНГ, вы знаете, 25 лет назад их не было, что когда-нибудь эти границы, они станут не линиями раздела, а это будут линии, которые объединяют нас, объединяют нас как братские и дружеские народы. На утро после саммита состоялась встреча Алмазбека Атамбаева с Владимиром Путиным. Российский лидер, поздравив своего коллегу с днем рождения, вручил ему государственную награду – Орден Александра Невского. Впрочем, к дню рождения президента это не имеет отношения. Награду Атамбаеву вручили за большой вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Кыргызстаном. За большой вклад в укрепление многопланового сотрудничества между Российской Федерацией и Киргизской Республики в духе взаимного доверия и стратегического партнерства орденом Александра Невского награжден Атамбаев Алмазбек Шаршенович, президент Киргизской Республики. В тот же день произошло еще одно важное событие, которое политологи называют историческим. Его ждали целых сто лет. Впервые глава российского государства почтил память погибших во время восстания 1916 года. Пришли и президент Армении, и премьер-министр Молдовы. В середине года Алмазбек Атамбаев высказал ряд претензий к коллегам по ЕС. А дело в том, что соседний Казахстан запретил ввоз картофеля через границу. Фермеры потерпели большие убытки. Прошел год, как Казахстан поддержал проект евразийской интеграции и подписал договор о просоединении к Евразийскому союзу. Несмотря на положительные аспекты интеграции, в частности, отмена таможенного контроля на границе с Республикой Казахстан, улучшение положения трудовых мигрантов в России и в других странах, членах Евразии, хотел бы отметить и поддержать Александра Григорьевича Лукашенко в том, что до сих пор очень много различных барьеров между нашими странами. Я озвучивал в узком кругу ряд таких вопросов. Это вопрос о применении унифицированного железнодорожного тарифа, вопрос об ограничении ввоза киргизского картофеля Казахстана, вопрос о снятии ветеринарного контроля на границе Казахстана и Киргизии. После этого заводделом внешней политики аппарата президента заявил, что вопрос решен. Переговоры с Путиным и Назарбаевым дали результат. Идем далее. Летом в Кыргызстане с официальным визитом побывала канцлер Германии Ангела Меркель. Лидеры поговорили о региональной безопасности, обсудили проблемы терроризма и геополитики. Некоторые упрекали, мол, никаких документов не подписали, однако конкретные результаты уже есть. Адамбаев на встрече с жителями регионов рассказал о том, что Германия будет помогать Кыргызстану развивать сельское хозяйство, а именно оказывать содействие в строительстве дорогостоящих ирригационных сетей. Германия будет помогать Кыргызстану. В мае Атамбаев принял участие во всемирном гуманитарном саммите, который прошел в Турции. В нем приняли участие лидеры свыше 170 государств мира. В июне Атамбаев также летал в Ташкент на саммит ШОС. Именно эта поездка исподвигла президента записать и выпустить небольшой сборник своих лирических песен. Там что-то с самолетом было не так, и он мог разбиться. На саммите ШОС был принят ряд важных документов. Глава государства в октябре совершил визит в Грузию. Каковы результаты? Президенты пришли к взаимопониманию сразу в нескольких сферах. Договорились наращивать сотрудничество в экономике, образовании, ну и, конечно, в правоохранительной сфере. Документально закрепили соглашение о взаимной защите инвестиций и недопущении двойного налогообложения. А по линии МВД подписано сразу два соглашения. Силовики договорились сотрудничать в борьбе с преступностью. Подписано соглашение и в образовательной сфере. Позднее Атамбаев высказал свою точку зрения по поводу этого сотрудничества. Все-таки вы намного раньше пошли путем реформы. И вы многого добились, например, в туризме, в гидроэнергетике. И, конечно же, нам стоит многому поучиться. И в реформе правоохранительных органов мы начинаем такую реформу. Это правда исторические визиты. Я благодарен за эту возможность, которая нам представляется для углубления наших двухсторонних отношений. По безопасности, экономике и образованию все это даст новый импульс и возможность углубления наших двухсторонних отношений. Сразу же после этого Атамбаев принял участие в заседании ОДКБ уже в Армении. По итогам саммита принят ряд документов, направленных на существенное укрепление потенциала ОДКБ. Среди наиболее важных документов можно назвать стратегию коллективной безопасности на период до 2025 года, которая разрабатывалась последние пять лет. Документ содержит такие принципы, как равенство, неделимость безопасности, а также отказ от применения силы и угрозы ее применения. Между тем, Кыргызстан и Индия условились активизировать сотрудничество. Алмазбек Атамбаев побывал на неделе в Нью-Дели с государственным визитом, провел встречи с руководителями страны, были подписаны важные документы, достигнуты определенные договоренности. Итак, самое главное из них. О чем мы договорились? Мы договорились, что в ближайшее время мы отработаем пятилетнюю программу сотрудничества двустороннюю, в которую войдут основные направления нашего сотрудничества в сфере энергетики, электроэнергетики, то есть строительства ГЭСов, в сфере непосредственно создания фонда, двустороннего фонда для поддержки предпринимателей обеих стран, наподобие Кыргызско-российского фонда, который уже сегодня функционирует. Кроме того, достигнута договоренность, что в эту дорожную карту войдут некоторые вопросы либерализации визового режима, вопросы безопасности, усиление сотрудничества в области медицины и другие направления, которые представляют взаимный интерес. Нью-Дель обещали поставить в Кыргызстан дорогостоящие оборудования для лечения больных онкологии. Кыргызстан и Индия договорились наращивать сотрудничество по всем направлениям и в первую очередь в экономической сфере. Нам надо кардинально увеличивать товарооборот между странами, потому что то, что сегодня мы имеем, нас это не может абсолютно удовлетворять. И здесь очень подробно говорилось о том, что надо решать логистические вопросы, в том числе и кардинально решать Индия через порт в Иране, Иран, Таджикистан, Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан, железная дорога. Десятилетний план сотрудничества одобрен теперь и с Ираном. Состоялся государственный визит президента этой Исламской республики. Итак, Иран, свободный от западных санкций, готов наверстывать упущенное. Тегерану, как и Бишкеку, интересна в первую очередь сфера экономики. Нам также следует поддерживать средний и малый бизнес и в полной мере использовать возможности и преимущества, исходящие от членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. И здесь, кроме того, иранские инвесторы могли через создание совместных предприятий на территории Кыргызстана использовать и тот режим преференциальный, который мы имеем с Европой. Кыргызстан имеет особый режим с Европой. Мы намерены сотрудничать по всем направлениям. Тегеран готов помочь вам построить и ГЭС, и плотины, и дороги. Хасан Рухани в будущем видит, что визовый режим между Кыргызстаном и Ираном вовсе отменят, но не сразу, а поэтапно. Это, как считает иранский лидер, приведет к более тесному сближению бизнесменов двух стран. Кыргызстан весьма интересен Ирану и как член крупного интеграционного объединения. Были обсуждены вопросы тарифов в преференции в сфере торговли, особенно принимая во внимание то, что Кыргызстан является членом ИАЭС. Иран намеревается сблизить отношения с данным союзом и добиться свободной торговли с ИАЭС. 26 декабря на заседании ИАЭС я выражаю надежду, что этот вопрос будет обсужден. Также Кыргызстан и Иран договорились совместно бороться с незаконным оборотом наркотиков, работать вместе и тесно взаимодействовать условились медицинские и социальные ведомства. Меморандум о взаимопонимании подписан между Комитетом информационных технологий и связи Кыргызстана и Иранским министерством информационных технологий. Одобрена и трехлетняя программа культурного обмена. По итогам встреч президенты сделали совместное заявление, а Тамбаев дал понять, что тоже заинтересован в развитии транспортных узлов и в первую очередь в строительстве железной дороги, которая свяжет Иран с Кыргызстаном. Олмазбек Атамбаев на предстоящей неделе также примет участие в традиционных декабрьских саммитах ОДКБ и ЕАЭС. Ханат Канеметов, Бактур Сундуйшенбеков, Общественный Первый канал. Уважаемые телезрители, с минуты на минуту мы ждем репортаж нашего корреспондента Ханата Канеметова из Узбекистана о рабочей поездке Алмазбека Атамбаева в Самарканд. А пока о главном политическом событии года. Центр избирком объявил два дня назад итоги всенародного референдума, который прошел 11 декабря. Явка избирателей превысила необходимый минимум 30%. В главном политическом событии года приняли участие 42% избирателей. Из них почти 80% поддержали проект новой конституции. Признает состоявшимся референдум всенародное голосование по принятию закона Крымской Республики о внесении изменений в Конституцию Крымской Республики. Сегодня премьер-министр Сорунбай Джейнбеков побывал в Вожском зональном центре ветеринарной диагностики, который находится на стадии завершения реконструкции. Учреждение оборудует современной техникой, которая позволит проводить лабораторные исследования различной сложности. Напомню, для обеспечения безопасности эпизиотической ситуации премьер ранее поручал начать поэтапное строительство и модернизацию ветеринарных лабораторий. Так, на первом этапе будет завершена реконструкция ветеринарных лабораторий в городах Бишкек и Ож. На втором этапе в планах построить новые лаборатории в Таласе, Баткене, Караколе и Балыкчи, а также модернизировать 13 действующих учреждений. Для этого в бюджете предусмотрено 165 миллионов сома. Здесь я учусь работать по новым методикам и на совершенно новом оборудовании. Хочу принести пользу своему народу и государству. О фитосанитарных нормах, которые необходимо решать, сказал накануне президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции для СМИ. Российский лидер отметил, что объемы продаж Кыргызстана на рынке ЕС увеличиваются, но по сельскому хозяйству есть нерешенные вопросы. Владимир Путин подчеркнул, что нужно помочь друзьям из Кыргызстана в создании фитосанитарной системы. Всем странам Евразийского экономического союза выгодно то, что мы делаем в плане интеграции на пространстве этих государств. Кстати говоря, и Кыргызстан, там есть свои сложности, связанные прежде всего с взаимоотношениями с Казахстаном, с Россией. По сельскому хозяйству действительно есть проблема, связанная с необходимостью соблюдения фитосанитарных норм. И есть пока нерешенные вопросы с организацией этой работы в Кыргызстане. Мы со своей стороны оказываем помощь нашим друзьям в Кыргызстане для того, чтобы они создали современную систему фитосанитарного надзора. Мы рассчитываем на то, что и казахстанские наши партнёры и друзья тоже окажут Кыргызстану необходимую помощь, поддержку, в том числе и финансовую, административную, профессиональную, для того, чтобы и в Кыргызстане была создана такая же система фитосанитарного надзора, с тем, чтобы на наши рынки не поступало непроверенной продукции или опасной для употребления. Там есть дискуссии на этот вопрос, по этому вопросу, но есть и способы решения, причём сделать это можно достаточно быстро. Об интеграционных процессах в рамках ЕАЭС. Изменились ли условия пребывания крыгызских трудовых мигрантов с вступлением в Российский экономический союз, расскажет Диана Мамекова. На сегодня в рамках интеграции делается немало работы. Сняты таможенный и фитосанитарный контроль. Решены вопросы по транзиту грузоперевозок. Но не всё хорошо, как рассказывают многие чиновники. На сегодня вопрос по унифицированию тарифов при грузовых железнодорожных перевозах не решён. Открытым остаётся и вопрос снятия ветеринарного контроля казахской стороной. Снятие ветеринарного контроля на крыгско-казахской границе это тоже для нас является архиважной задачей. И в правительстве придают этому большой приоритет. Полагаем, что наши партнёры с пониманием отнесутся к этой проблеме, потому что на всех уровнях отмечается большой прогресс, сделанный Кыргызской республикой. Однако на сегодняшний день этот вопрос остаётся ещё не решённым. Приоритет в деятельности правительства, в частности Сорумбая-Джиэнбекова, совершенствование инфраструктуры страны. Это ремонт и строительство лабораторий и контрольно-пропускных пунктов. Адаптация пограничной инфраструктуры к требованиям ЕАЭС. Вот, к примеру, строительные работы на КПП Токмок автодорожной начались в сентябре этого года. Сейчас пункт пропуска закрыт. А вот КПП Кенг-Булун автодорожной в связи с модернизацией закрыт не был. Пограничный контроль лиц и транспортных средств продолжается. На днях премьер-министр Сорумбая-Джиэнбеков дал поручение своевременно финансировать строительство. В Минфине сообщили, что предусмотренные на этот год средства выделены. Остальные будут перечислены уже в следующем году. На строительство контрольно-пропускного пункта из статьи капитального вложения было выделено 16 миллионов сомов. Кроме того, для четырех пропускных пунктов для подготовки проектной смертной документации было выделено 3 миллиона сомов. То есть на этот год 19 миллионов сомов. Заказчикам еще произведены дополнительные расходы. И вот если изящим какие-то средства, еще мы дополнительно выделим. Наличие современных лабораторий позволит продвигать продукцию на внешние рынки. Поэтому начатые работы надо завершить в установленные сроки. На эти цели есть все средства. Как мы выступили в Российский экономический союз, наши фермеры, производители сельскохозяйственных продукций, они уже свободно могут продавать свою продукцию те республики, которые входят в Российский. Ну, были у нас моменты и плюсы, и минусы. С минусовой стороны я могу сказать, что мы во всех регионах не могли построить фотосанитарные и ветеринарные лаборатории. Если говорить о ветеринарных лабораториях, то их начали строить. На стадии завершения лаборатории в Бишкеке и Аше. Сегодня аккредитацию ЯЭС имеет лишь два вирусологических и один пищевой отделы. После модернизации из 28 существующих ветеринарных лабораторий останется 19. Из них две – центральные и национальные, по 9 отделов каждой. Четыре – областные и зональные, по 4 отдела. Остальные же 13 – межрайонные. Что же касается фотосанитарных лабораторий, то… Всего в стране будет 8 фотосанитарных лабораторий. Это две – центральные в Аше и Бишкеке. Сейчас на этих объектах ведется работа по модернизации. Кроме этого, вводят два объекта под лаборатории в Таласка и Иссык-Кульска областях. Они будут готовы к началу декабря. А в следующем году еще три лаборатории в Нарынской, Джалалабадской и Баткенской областях. Неплохие показатели и в сельском хозяйстве. К примеру, Российско-Кыргызский фонд развития реализовал около 600 проектов. Из них большая часть выдана именно на развитие сельского хозяйства. Сегодня фермеры могут экспортировать свою продукцию не только в ближнее зарубежье в рамках ЕАЭС, но и в страны Европы по программе ВСП+. Для развития отрасли решают вопрос по районированию. Уже определены направления регионов по растениеводству и животноводству. Приступили к третьему проекту – строительство перерабатывающих заводов по областям. До 20 декабря у нас две группы работают в регионах. Сейчас как раз 20-21 декабря мы соберемся здесь, будем обсуждать эти вопросы. Это те вопросы, которые перед нами поставил премьер-министр, чтобы на местах построить перерабатывающие предприятия по обработке сельскохозяйственных продукций. Поэтому до конца года мы определим, какой перерабатывающий завод, мини-завод будем строить. Премьер-министр отмечает, что улучшение инфраструктуры в рамках ЕАЭС является одним из приоритетов деятельности правительства. Немаловажным является и оперативная работа КПП. Стоит отметить, что в рамках ЕАЭС улучшились не только условия для сельхозпроизводителей, но и для наших трудовых мигрантов. Процедура получения разрешительных документов упрощена. Наши граждане имеют ряд преимуществ в сравнении с трудовыми мигрантами других постсоветских стран. В 2014 году у нас более 194 тысяч граждан Кыргызской республики были в черном списке. В настоящее время 116 тысяч граждан Кыргызской республики находятся в черном списке. То есть более 90 тысяч наших граждан выведены из черного списка. Сегодня сотни студентов получают образование в российских вузах. Значит, преград на дороге студентов из Кыргызстана на самом деле нет. Наше правительство создало все условия для наших граждан таковыми, чтобы наших граждан принимали, так сказать, с объятиями. Поэтому никаких проблем ни с миграционными карточками, ни с заполнением каких-либо документов не существует. Большим достижением стало создание условий для наших трудящихся, которые на сегодняшний день работают за рубежом. Это в Российской Федерации, это в Республике Казахстан. По большей части вы знаете, что на сегодняшний день их число приближается к отметке в 1 миллион человек. Поэтому для нас создание условий для них является архиважной задачей. Политическая стабильность, доверительные отношения с членами ЕАЭС позволят Кыргызстану и дальше улучшать условия пребывания наших граждан за рубежом, отмечают в правительстве. Это также поможет развивать экономику и социальную сферу, культуру и искусство. Почувствовать результаты все еще идущей работы пока рано, говорят специалисты. Это интеграционный лаг, который занимает 2-3 года. Положительный эффект от альянса будет ощутим спустя некоторое время. Диана Мамекова, Азамат Кадыр Тухтоев, Общественный Первый канал. Итоги недели. На этой неделе профессиональный праздник отметили энергетики. Энергосистема страны развивается. В последние годы Кыргызстан достиг хороших показателей в этом секторе. Граждане страны на себя ощущают положительные сдвиги. О достижениях в этой области расскажет Надежда Осова. Энергетика самая мощная, в то же время самая уязвимая отрасль Кыргызстана. Имея множество природных ресурсов для выработки электроэнергии, Кыргызстан целых 25 лет шел к энергонезависимости. Достичь цели удалось только в прошлом году с реализацией одного из самых амбициозных проектов – ввода линии электропередачи 500 кВт Даткакимин. Запуск подстанции Кимин стал завершением линии энергокольца, соединяющего север-юг и Даткакимин. А начиналось все в 2012 году. Тогда президент Алмазбек Атамбаев заложил капсулу под строительство линии электропередачи 500 кВт Даткакимин протяженностью 405 км. И тогда же глава государства обозначил конкретные сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Не позднее августа 2015-го. Подрядчики успели в срок. Это совместный кыргызско-китайский проект. Стоимость строительства ЛЭП и подстанции Кимин составила 390 миллионов долларов. Прокладка линии шла в тяжелейших условиях. Частая смена погоды. Даже летом была минусовая температура. Опоры устанавливали порой на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Строительство этой линии было названо одним из самых сложных в мире. В прошлом году, в этом году были аварийные отключения на линии 509, 509 линии. И только благодаря той линии, которую мы построили, Даткакимин 554, потребители даже об этом не почувствовали. Это не аварийные отключения были, это было автоматика срабатывала. Знаете, что практически 90% трассы, которые проходят, это высокогорные участки. Это очень большой снег, очень большие наледи и так далее. Поэтому, наверное, самое главное, обеспечили энергетическую безопасность. С момента ввода линии электропередачи Даткакимин Кыргызстан прекратил платить за транзит собственной же электроэнергии Узбекистану и Казахстану. Ранее из-за неимения собственных линий передачи электроэнергии с юга на север приходилось платить более 8 миллионов долларов в год узбекской стороне. Казахстану же мы платили за пользование их электросетями и за транзит нашей электроэнергии компенсацию в 250-300 миллионов киловатт-часов ежегодно. Теперь же этот энергопоток распределяется по отдаленным областям нашей республики. Следующий проект на пути к увеличению энергоспособности страны «Каста-1000». Он обойдется Кыргызстану в 200 миллионов долларов, но тем самым мы сможем не только полностью обеспечить качественной электроэнергией себя, но и экспортировать ее в Афганистан и Пакистан. «Каста-1000» – это очень большой, амбициозный региональный проект, который объединяет Центральную Азию с Южной Азией. И мы стоим во главе этого проекта. Кыргызстан является полноправным участником проекта. Все четыре стороны имеют одинаковые голоса. И на сегодняшний день мы завершили все необходимые процедуры, процедуры, связанные с вступлением в силу соглашений, ратификацией этих соглашений. Мы это все завершили. На сегодняшнем этапе проводятся тендерные работы у наших покупателей, так сказать. Это на территории Афганистана и Пакистана. На сегодня проблем в электроснабжении нет, говорят энергетики. Нет и веерных отключений. Идет модернизация подстанций, увеличиваются энергопотоки. Конечно же, как и любая техника, а в энергосистеме это мощнейшие агрегаты, периодически выходят из строя. Наладка и подготовка к эксплуатации требует немало затрат. А это, как говорится, святая святых. Центральный диспетчерский пункт национальных электрических сетей. Именно сюда стекается вся информация со всего Кыргызстана. Если выходит из строя какой-либо агрегат или произошла поломка на линии, именно здесь будут решать, как устранить имеющуюся проблему. Работа ведется круглосуточно, информация фиксируется каждую секунду. Ввод новых объектов за последние 3-4 года, это по проекту улучшения электроснабжения Юга Кыргызской Республики и строительство линии 500 кг Даткакимин, внесли очень большой вклад в повышение надежности электроснабжения, повышение качества электроэнергии. И надеемся, весь ОЗП мы пройдем без проблем. В рамках улучшения энергосистемы с 2014 года идет и модернизация нашего основного столичного энергоузла ТЭЦ Бишкека. После модернизации энергоцентраль будет работать почти полностью на угле местного производства из Кавакского бассейна. Это очередной шаг Кыргызстана к полной энергетической независимости. На сегодняшний день на объекте модернизации ТЭЦ города Бишкек выполнена общая строительная работа практически на 100%. Сейчас идет отделочная работа и монтаж технологического оборудования. На сегодняшний день трудится около 900 китайских специалистов, работников и около 550 человек местного персонала заняты. Планируется, что в следующем отопительном сезоне ТЭЦ заработает с новыми мощностями. Сейчас на ТЭЦ Бишкека полностью возведена и уже готовая к эксплуатации новая дымовая труба. А также заканчивается строительство двух котлов. Уже подведена топливная система, проложены дымоотводы и водяные трубы. Объект планируют сдать в эксплуатацию в июне следующего года. Но это только часть реализации больших планов. Газификация страны – вот еще один, уже начавший свою реализацию проект. Так, сейчас активно ведется работа по прокладке газопроводов в новостройке Бишкека. Газификация новостроек Бишкека в самом разгаре. Согласно инвестиционной программе компании «Газпром Кыргызстан», до 2017 года 22 новостройки Бишкека и село Мыкан должны быть газифицированы. Общее количество дворов, которые будут подключены к газоснабжению, более 25 тысяч. А газопроводов будет проложено более 430 километров. На сегодняшний день идут активные работы по прокладке уличных газопроводов и разводящих сетей в новостройках Кокджар, Джениш, Саламалик, Каэнды, Щербакова, Балбан, Таймаш, по улице Керамической и Бурдинской. А в новостройках Керемет и Касын уличные газопроводы были протянуты еще в 2015 году. В 2017 году газификация начнется в новостройках Досту, Кольму, Мадоният, Чалбай, Кучкун, Аскаташ, Алтынбищик, Арчабищик, Акурго, Акурдо, Аллато, Караджигач и село Мыкан. В октябре этого года при участии премьера Суронбая Джеймбекова и председателя Газпрома Алексея Миллера состоялся запуск газа в столичную новостройку Кокджар. И самое главное, мы ведем реконструкцию и ведем строительство второй очереди главной газовой артерии магистрального газопровода Ухарский газоносный район Кашкент, Бишкек, Алмата. А это значит, что республика всегда будет надежно обеспечена газом. Это реализация части генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызстана до 2030 года. Совместно с компанией «Газпром» на очереди в грядущем 2017 году также намечена реализация больших, возможно, даже амбициозных проектов, что приведет к улучшению энергоотрасли и полной независимости страны в целом. Надежда Усова, Эльдиара Самбаев, Общественный Первый канал, Итоги недели. Репортаж о рабочем визите Алмазбека Тамбаева в Самарканд поступил. Мы предлагаем его вашему вниманию. Напомню, что сегодня Алмазбек Атамбаев встретился с президентом Узбекистана. Они возложили цветы к могиле первого президента Узбекистана, Ислама Каримова. То, что самолет президента Алмазбека Тамбаева приземлился в Узбекистане сегодня, глубоко символично. Именно в этот день, ровно 20 лет назад, 24 декабря, был подписан договор о вечной дружбе. Это первый визит после непростительно долгого для живущих рядом соседей восьмилетнего перерыва. В последний раз такого рода специальный визит состоялся в 2008 году. Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном были установлены 16 февраля 1993 года. Базовый документ, который регулирует отношения между двумя государствами, договор о вечной дружбе, подписанный 24 декабря 1996 года в Ташкенте. За все время независимости Ташкент и Бишкек заключили 116 договоров. Впрочем, глава государства в Ташкенте все же был однажды. Летом этого года он летал на саммит ШОС. Тогда и состоялась последняя встреча Атамбаева и Каримова. Кстати, в аэропорту Алмазбека Тамбаева тогда встречал особо неизвестный в Кыргызстане чиновник, премьер Шавкат Мирзиёев. Он-то и в итоге после смерти Ислама Каримова и встал у руля власти. Атамбаев в своих выступлениях выражал надежду, что народ Узбекистана выберет его своим президентом. С Мирзиёевым у Атамбаева сложились хорошие отношения. Я жду, что у нас кардинально изменятся отношения с нашим ближайшим соседом Травожской области, Узбекистаном. Там я надеюсь, что президентом станет человек, которого я знаю около 10 лет. И мы вместе кардинально поменяем ситуацию, чтобы соседние области, жители этих областей могли спокойно ездить друг к другу. Чтобы мы не подозревали друг друга в чем-то, а вместе. Вместе развивали экономику, вместе развивали вот эти наши отношения. Я, конечно же, хочу еще раз пожелать успеха Шавкат Мирзиёеву. Я очень переживал, что это не летная погода. Шавкат Мирзиёев стал президентом. И это первая встреча глав двух государств, ближайших соседей. И что примечательно, Атамбаев первый президент, с кем встречается узбекский лидер после инаугурации. Почему не Ташкент, а Самарканд? Когда готовили встречу двух лидеров, этот город выбрали не случайно. В Самарканде похоронен первый президент Узбекистана, Ислам Каримов. Место погребения Ислама Абдуганевича посетили многие главы государств. В Путин приезжал Эрдоган, Лукашенко, Назарбаев и многие другие. Устремились сюда и простые граждане. Алмазбик Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента. К мавзолею Шахизинда главы государств приехали вместе. По обычаю двух народов была прочитана молитва, суры из Корана. От кыргызской стороны это сделал авторитетный богослов Абдущикур Нарматов. Итак, что мы имеем? Шавкат Мирзиёев демонстрирует отказ от политики закручивания гаек, заявляет о необходимости нормализации отношений с соседями, в том числе и с Кыргызстаном. И вроде бы лёд тронулся. Многих порадовало то, что уже на правительственном уровне начали налаживать культурные связи. Уже друг к другу в гости начали ездить. Говорят, что также и в процессе уточнения границ уже есть какие-то подвижки. Действительно, Узбекистан начал реализовывать свою внешнюю политику во взаимоотношении с Кыргызской республикой и с Таджикистаном. Это наблюдается в части того, что Узбекистан заявил о возможности своего участия в строительстве Рагунской ГЭС в Таджикистане, ну и, безусловно, конечно, в строительстве гидротехнических сооружений на территории Кыргызской республики. У Узбека Тамбаева ознакомили с работой узбекско-немецкого совместного завода по производству грузовиков, автобусов, сельхозтехники марки MAN. Шавкат Мирзиёев лично провёл экскурсию по заводу. Он находится на окраине Самарканда. В год здесь производят около тысячи машин. Кыргызстан мог бы закупать технику здесь, только вот цены немного кусаются. Хорошие соседи должны торговать друг с другом, как можно теснее взаимодействовать. Нынешние показатели товарооборота, по мнению экспертов, можно увеличить во много раз. Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном, по данным за 2015 год, составил 201 миллион долларов. Это на 9,8% ниже, чем в позапрошлом году. За 9 месяцев текущего года товарооборот составил 140 миллионов долларов. И по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличился на 46%. Кыргызстан поставляет в Узбекистан самосвалы, бульдозеры, приборы и инструменты для аэронавигации, автомобильные запчасти, уголь, детское питание и многое другое. Из Узбекистана завозят нитрат аммония, тканные ковры, трикотаж, вату, персики и так далее. О делах подробно и досконально Алмазбек Атамбаев и Шавкат Мирзиёев поговорили уже на закате дня. Обменялись мнениями по всем темам, которые интересуют стороны. А какие темы могут быть? Приграничные проблемы, процесс уточнения границ, вопросы вокруг пастбищ, водохранилищ, строительства железных дорог, ГЭС и многое другое. Теперь надо делать большой упор на экономику, на развитие отношений, снимать какие-то ограничения, какие-то заборы, ненужные преграды. Очень символично, что мы встречаемся в день, когда 20 лет назад в Ташкенте был подписан договор о вечной дружбе. И, возможно, в какой-то период забыли об этом договоре. Я рад, что теперь президент Узбекистана, мой хороший товарищ, я бы сказал, в какой-то мере друг и брат, которого я знаю почти 10 лет, и к которому я с большой теплотой отношусь. И я думаю, мы сегодня открываем новую страничку именно в юбилейный день. И этот договор уже будет не просто бумагой, которая была когда-то подписана и, возможно, потом забыта. Этот договор мы с вами, я в этом абсолютно уверен. Вот с вашим приходом он уже будет живым договором, все будет по-другому. Я очень рад вашему приглашению, я очень рад, что мы увиделись. И, конечно же, и мы вас тоже ждем с официальным визитом в Ишкеке. Нами взятый темп, нам надо продолжать. И сегодняшнее, я думаю, мы сегодня обо многом поговорили, но есть много, о чем нам говорит. И вот почему я показал, что у нас очень много в торгово-экономическом пространстве, именно в экономическом пространстве нам очень много общего. И я вам показал, ну, не все, потому что я много оставил, когда с визитом вы официально приедете в Ташкент, все нельзя же показывать. Но я показал, что у нас есть очень много совместными усилиями, мы можем нарастить наше торгово-экономическое отношение и товарооборот. Все, что мы делаем, мы должны делать, что наши люди дружили. Все же, вот все, что мы сейчас, даже за последние три месяца, все, что сделано, это очень много дает основы, фундамент продолжения наших отношений. Политологи утверждают, что нормализация отношений, а затем их вывод на качественно новый уровень требования времени. Визит Алмазбека-Тамбаева в Узбекистан имеет большое значение. Президенты впервые, глядя друг в друга в глаза, обменялись позициями по самым важным проблемам и вопросам. Раньше и такого не было. Итоги переговоров пока неизвестны, о них еще должны сообщить. Канад Канеметов, Бактурсен Дишенбеков, Общественный Первый канал. Этот год был объявлен президентом Годом истории культуры. Он стал поворотным в культурно-духовном развитии народа. В уходящем году мы отметили 25-летие независимости страны. Тюркский мир отпраздновал тысячелетие великого мыслителя Джусупа Баласарына, который жил и творил на территории Кыргызстана. Отметили 220-летие Тайлах Батыра, героя, боровшегося за независимость страны. В этом году исполнилось 90 лет со дня образования Кыргызской автономной СССР и 80 лет Кыргызской СССР. Эти события сыграли огромную роль в становлении кыргызской государственности. В год истории культуры состояли всемирные игры кочевников. В этом году они прошли масштабно. Организация Объединенных Наций признала вклад всемирных игр кочевников в межкультурный диалог. Соответствующая резолюция принята в ходе 67-й пленарной сессии Генассамблеи ООН. Таким образом, всемирные игры кочевников получили международное признание как инструмент межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира. Она свидетельствует о всеобщей поддержке государств-членов ООН, важности вопросов и мероприятий, направленных на повышение взаимного уважения и многообразия. И таким образом, создание атмосферы, содействующей миру и взаимопонимания на глобальном, региональном и местном уровнях. Это уже второй документ ООН, который признает вклад всемирных игр кочевников в межкультурный диалог. Я смело отнес бы это событие как одно из главных достижений Кыргызстана во внешней политике в уходящем году. Инициатива Кыргызстана уже имеет не региональный какой-то приоритет, а всемирный. Особое значение в этом году имели мероприятия, посвященные 100-летию событий 16-го года. В этом году мы открыли мемориал в честь памяти погибших в тех событиях. Тогда президент Алмазбек Атамбаев отметил, что мы исполнили долг, который лежал на народе Кыргызстана. 2 сентября президент Алмазбек Атамбаев принял участие в церемонии открытия мемориала памяти погибших в ходе событий 1916 года. Первые лица прошлись к центральной композиции мемориала и возложили цветы. 17 сентября лидеры России, Армении и премьер-министр Молдовы возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших. События назвали знаковым в истории взаимоотношений России и Кыргызстана. Этот жест со стороны Путина в первую очередь показал, насколько политкорректен лидер России. Во-вторых, зацементировал укрепляющиеся кыргызско-российские отношения. В октябре состоялась международная научно-практическая конференция с участием ученых Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. На конференции подвели итоги научных, культурных и других мероприятий, посвященных национально-освободительному движению. Которые проходили с начала года. Со времени выхода указа президента о столетии трагических событий 1916 года, группа историков во главе с фондом «Мураз» вплотную занялась поиском новых фактов и документов по тем событиям. Огромную помощь в этом деле оказали российские специалисты. Они не просто открыли архивы, но и сами опубликовали ранее неизвестные документы. В результате собран большой фактологический материал. То есть год истории и культуры дал новый толчок в изучении данной проблематики. Мы выпустили книгу, в которой собраны все архивные документы и новые материалы по тем событиям. Вторая книга – сборник научных трудов по этой тематике. И третья включает художественные произведения о национально-освободительном восстании. Проведение тысячелетия Джусупа Баласагына на государственном уровне также было одним из ключевых мероприятий, запланированных в год истории и культуры. Исторический город Баласагын близ современного Такмака находился на Великом Шелковом пути. Здесь одна религия сменяла другую. Смешивались культурные обычаи и языки. Наивысшего расцвета город достиг во время правления караханидов в X-XII веках. Он стал самым главным политическим и культурным центром караханидского государства, где исповедовали исламскую религию. Именно в этом городе жил и творил мыслитель Джусупа Баласагын. Театрализованный пролог отражает ключевое событие в жизни поэта и историческое для последующей научное мысли. Джусупа Баласагын передает правителю государства сочиненную им поэму «Благодатное знание». Джусуп Баласагын отмечал, что представители власти должны ставить интересы общественности выше личных, служить честно и бескорыстно на благо граждан. Благодаря инициативе президента Тамбаева в нашей стране проводится ряд мероприятий, которые, безусловно, будут способствовать сохранению и популяризации литературного и духовного наследия великого мыслителя. «Благодатное знание» оказало большое влияние на дальнейшее развитие культуры не только тюркских народов, но и общемировой. В произведении прославляются мудрость, знание, стремление к науке и справедливость. 22 декабря состоялась церемония награждения журналистов по итогам конкурса среди СМИ на лучшее освещение мероприятий, приуроченных к Году истории и культуры. Победители, занявших первые места, наградили бронзовыми статуэтками в виде логотипа «Год истории и культуры». А также все участники были отмечены денежными премиями по четырем номинациям. Нургуль Саматова, Аскар Улан-Улу. Общественный первый канал. Итоги недели. И еще одна хорошая новость. Команда «Азия Микс» победила в финале высшей лиги клуба веселых и находчивых этого года. За титул чемпиона боролись «Спарта Астана», «Радио Свобода Ярославль», сборная «Мурманска» и сборная «Московского цирка». По итогам трех конкурсов наши ребята набрали больше всех баллов. «Азия Микс» – первая команда из Кыргызстана, которая не только дошла до финала, но и выиграла его. В прошлом году она дошла до полуфинала. «Азия Микс» удостоилась приза от банка-спонсора – 700 тысяч рублей. Алмазбек Атамбаев поздравил с блестящей победой. Президент отметил, что это новогодний подарок всему Кыргызстану. Алмазбек Атамбаев поблагодарил команду за продвижение Кыргызстана на международных турнирах и пожелал им новых творческих находок и ярких побед. На этом наша программа подошла к концу. Это те главные события, о которых мы успели вам рассказать в отведенное нам время. Всего доброго! Увидимся уже в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok